Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Сидмерс Цивилизейшн 5, в которой я выступаю предводителем Марокко. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на её появляется в верхнем правом углу. Всем остальным приятного просмотра! Так, что у меня тут? Шёлк, какао и бриллианты. О, Рига с союзником стал ещё надолго так. Это хорошо. Так, давайте, пожалуй, переключим на еду здесь. И здесь вдоль реки надо вырубать лес, видимо, и строить. И строить, строить. Да, вот здесь, кстати, вообще можно просто вырубить лес. Или поберечь это на каком-нибудь важном случае. Что мне тут ещё построить можно? Айсуфиан, Карват. Три хода. Мне на что-то на два хода надо подбывать. Цирк построен. Посадить специалистов, не посадить. Так, вот и два хода стало вместо одного. Ну, вот и один. Так, пока так. Так, два хода, отлично. Чудо, я как-то неудачно там зашёл. В мягкой стороны. Да, Лаки отбивается? Да нет, он притворяется. Всё удачно. Короче, кто-то из вас врёт. Да не-не-не, он врёт. И, зная вас, я думаю, что врёте вы оба. И Ара удачно зашёл, и ты отбиваешься. Вот офигенно, вот так. Нет, там Стокгольм уже обстреливается. Вот дальше он зашёл. Просто одни равнины. Вообще никакого... А Стокгольм уже падает. Два-три хода у меня два города заберёт. Что-то я предпоследний, блин. По очкам. Непонятно. О, вот это внезапный конь. Надеюсь, он скаута будет атаковать. То есть, где-то тут лагерь, что ли? При этом Мамбаса не просит его уничтожить. Опять странно. Проспал. Да. Что проспал? Да, генерал появился рядом со стульней. КОНЕЦ Блин, что-то я волнуюсь. Кажется, не отобьюсь я от Рима, если он решит ко мне идти. Что, в принципе, я могу и метка луков настроить? У меня есть деньги на апп... Ну, мне не хочется тратить на это деньги, конечно же. Слушай, американец, ну ты там тоже как бы готовься? Мы же не знаем, что там придёт на ум. Да, я понимаю. Плюс я, ну, как бы, выхожу, пытаюсь, по крайней мере, выйти в Роболеты. Думаю, если успею, чтобы помочь как-то Шведу, я не знаю, как в Роболеты. Не знаю, если получится. Да мне не надо уже помогать, тут смысла нет. Ты сам готовься просто. Как же ты, Хлаки, проспал, я не понимаю. Да вот, я там, блин, на самом деле на американцы готовился, как бы, ну... Чуть-то я решил в этот самый, в нас колледж заглянуть. Ну, вот из-за этого. Ну, там четыре хода буквально были бы арбалеты. Надеюсь, это австрийец или эфиоп построил. Так, давайте мастерские. Ой, эфиоп, ну ты первый по производству. Как-то давай арбалеты строить. Ну, я вот сейчас пару ходов и тоже буду. Может, давай как-то дорогу между Касабланкой и Харрером организуем. Давай, сейчас через два хода я начну строить. Знаешь как, вот ты от Харрера вдоль реки вниз веди, вот как бы, понимаешь, да? С какой стороны? Со своей, где Харрера находится. И закончишь строить вот как бы... Ближе к горе? Ну да, вот ты ведешь прямо три клетки и у тебя прекратишь ее строить слева от Оленей. Слева от Оленей, да, да, я понял. Через два хода начну строить. А я, соответственно, от Касабланки вправо поведу. Буду я больше ни с кем воевать, это смысла не имеет. Меня лакимом переварить не в жизнь. У меня такая тонна городов. Ты все это схаваешь и все, и что, как мы тебя помнили? Не, понимаешь, Ара, просто ты перед этим всю игру сейчас говорил, что у тебя нет смысла ни с кем воевать. Все, лаки, заход до того, как ты ему войну объявил, отправил караван. То есть это, конечно... Да, да, это прохладная история. Ты еще, знаешь, скажи, мне вообще не смысл в этой игре выигрывать? Я тут как бы просто, ну, пришел чисто таракотовую армию построить. Так, фишки подвигать. Ну. Лаки всю малину испортил, просто заставил, прямо силой заставил на себя напасть. Ну, прям так это, нагло действовал еще. Я в шоке. Слушайте, а в длиннамечнике кто вышел? Ну, наверное, Рим вышел. Наверное, Рим. Кому еще в длиннамечнике надо? Эфиоп. В длиннамечнике надо. Эфиоп? Я вышел, да. Ну, прикольно. Эфиоп так тонко замекает, построил стену, вышел в длиннамечнике. Типа, слушай, это, сюда не ходи, туда ходи. Так давай, может, Эфиоп, тогда ты строит длиннамечников, а я буду строить арбалеты. Арбалеты, да не вопрос, давай. Да у меня они просто стоят там все, отложенные в городах на один ход. Так что я могу, грубо говоря, 4-5 сразу наклепать. Я только не понимаю, зачем Эфиоп так начали делать? Как? Нафига вниз идти. Не понимаю. Так я, извини меня, ты твой город с четырех клеток от моих границ. И ты пошел по воле, я по традиции, что мне думать? Ну ты бы что сделал на моем месте? Пошел в универы? Ну лучше в арбалеты, а лучше в них совсем так заходить. И все. Ну а у тебя эти же, блин, я бы хоть что-то им противопоставить. Копейщиков ты бы моих бы сносил, так же бы. Да, наверное, и кузню еще надо построить. Копейщиков ты бы сносил. Ну что, я уже третий по армии. Кто там второй? Второй я. Австриец, идешь там? Во флот? Пытаюсь. На что тебе мешает? Ну вот, есть проблемы. Не, ну антиум надо по-любому захватить. У него там этот риф очень так... Я бы неаполь спалил бы. Ну я неаполь не вижу. Я вижу только антиум, рим и равенну. Ну неаполь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В восьми клетках от твоей Касабланки. Вправо, что ли? Да, правее, правее чуть-чуть. Ну блин, ну тут такая территория, понимаешь, отравенные антиумы тут практически равнины. То есть как бы он, например, быстро добежит, если у него будет армия. А от Неаполя он будет долго кандыбать. Кандыбать. Ну да, здесь проблемы-то. Ну, смотрите, сейчас объединяемся тогда. Давайте доним, что вы думаете, как меня сломать-то? Я тут лидера, понимаешь, тормозил. Да, хорошая попытка. Вот это шутка. Да. Пять баллов. Нет, уверены. Блин, я отстаю от вас по науке, там немеренная какая-то технология. Знаешь, что еще еще было бы классно? Если бы ты попробовал у него Нотр-Дам угнать. Это прям так сложно? Ну, я думаю, если... Ну, сложно, если ты не вышел в эту технологию. Я думаю, Фиоп мог там выйти, но он... Нет, правда, никто не вышел еще. Нет, никто не вышел еще. Ага, вот где лагерь. Как раз Мамбаса хочет, чтобы его убили. Так, где мне посадить ученого? Вот тут, пожалуй, получается только если. Хотя тут тоже можно было... Ну, я отойду. В кофе на лице. Ну, я отойду. Что-то, мне кажется, эта война мне ничего не принесет. Да-да-да. Да-да-да. Да у меня столь не такая себе. Очень. Очень что? Нехорошая. Эта война принесет тебе ненависть всей планеты. Как обычно, да. Ну, правильно, ты вообще за Рим играешь. Ты все верно отыгрываешь свою роль. Такую создателя империи. А тут всякие варвары, мавры. Ну, австрийцев можем считать этими германцами древними. Эфиопы тоже мавры всякие. Там берберы бегающие. Голышом на верблюдах. Голой попой по пустыне. Ну, и американцы. Вот американцы как-то не в тему вообще. Нет, кстати, у Америки тут потрясные места. Очень потрясные. У него тут выгонов, я не знаю, штук 15, наверное, на три города. Если не больше. Ну, ты уже загнул 15. Ну, а сколько? У тебя Бостон? Четыре я вижу. У тебя там лошади Нью-Йорк. Раз, два, три, четыре, пять. Да дофига. Вот я говорю, больше 15. У тебя вообще просто шит не станет. Так. Еда, надо на еду тут переключать. Слушайте, может уже объявим войну, Риму все? Ну, у него там счастье может кто с ним торгует. Чего тут притворяться? Люди хотят мира, а ты их направливаешь на меня. Зачем? Ого, ничего себе у вас, Леша, с австрицем. Да, ты только сейчас увидел, да? Да, да, да. А прикинь, как мы напряглись, когда появились. Прикольно было бы, если кто-то за Карфаген играл. Внезапно так можно подойти из-за угла. Да, вот сколько я за Марокко не пробовал играть, блин, чтобы появиться в пустыне-то там с пятой, с седьмой попытки. Не, кстати, я сейчас тоже появился в пустыне, но это голая пустыня была, то есть такая, ну, вообще фигня полная. Я от нее ушел очень радостно. Прямо сейчас? Ну да. Ну, ты вот, ты не знаю, ты видел там у Рима столицы, Равена как стоит? У меня тут, ну, у меня тут такая, ну, у меня тут такая, ну, у меня тут такая. Ай-яй-яй-яй-яй. А тебя здесь пойм хватает, так, нормально? Видите, Казбы же можно на поймах строить? Да Казбы можно где угодно строить, они вообще классные. Ну, как, на пустыне только? Только пустыне, да? Нет, это понятно, я меру на поймах, они, ну, очень хорошо зашли бы. Эхо, чего-по-чего. Австрийц, объяви войну Риму. Я с ним не торгую ничем, и мне как бы только нечем. Ну, все равно. Блин, а что рассинхрон? Все прогрузились, все норм. Ну да, вроде. О, это что-то предыдущий кольцо загрузился? Нет, следующий. Не, просто там... Билл явный, поэтому показывает фигню какую-то. Ну да, я у него вроде Луха убивал. Ну, ладно, тут все равно это все не решает. Билл, а у тебя мрамора второго не будет нигде? Нет, только... Нет, вообще не будет, нет. Так, сколько у меня один ход до арбалетов. Ну, начну, собственно, сразу же их строить. А-а-а, ты хотел на меня пойти все-таки, да? Эх... Эфиоп, это ты построил Барабудур, да? Ты уже ведешь... Так, давай это, видимо, открытые границы. Сейчас, да. Блин, я на дорогу Килиманджаро построить. Америкос, у тебя там городов шведов не надо? У меня нет, у меня своих хватает. Стрел? Ну да. По крайней мере, пока что. Об умных играх вам рассказывает Леша Халецкий, а о любимых местах в городе напомнит 2GIS. Добавляйте нужное вам место в избранное в приложении 2GIS и адрес будет в быстром доступе и всегда под рукой. Бесплатный справочник организаций и детальную карту городов 2GIS можно скачать на одноименном сайте 2GIS.ru под любую платформу. 2GIS, если быть точным. Убийты. 3GIS 2GIS 3GIS раз два три четыре пять шесть семь восемь уже восемь городов у американ у рима а Слушай, мне здесь нету дорогу построить, отрабатывать Килиманджаро. Да, конечно, демография пугает. Ну, о чем и речь. Вот и как тут один на один, например, с ним воевать? Он может потом по одному нас щелкать. Не могу я вас по одному щелкать. Чем я буду щелкать арбалетами? Я буду щелкать эти самые гатлинги. А что, мы уже в гатлингах? Обалдеть. Смотрите, 32-25. Круто, я бы сейчас с удовольствием в гатлингах был бы. Класс. Ну, так в том-то дело, что ты там будешь тогда, когда я буду еще в арбалетах. Вот и все. Да, замечательно. Только тебе до меня идти не... Там, сколько, не 30 ходов, сколько нам до индустриализации. А намного меньше. Тем более, что ты явно пойдешь... Куда мне до тебя идти 30 ходов? Да Касабланки только в холман. Стать там и положить все. Хорошо, хорошо говорит, правда? Да, 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 сплавно, сплавно. Говорит, никуда не пойду. Всю армию, которая у меня есть, сейчас распущу. Нет, а так я, конечно, делать не буду. А то вы там все против меня уже объединились. А что ты будешь делать? Редиски. А ты у нас клубничка. Хватит твои глупые шуточки. Вообще. Самые умные, ты чего? Вы слышали Лешу Халецкого. Шутите умные шутки. Давай получше пример. Между прочим, редиски вкусные. Вот мне редис нравится. Так спорь, спорь. Так, ну, походу, Рим открыл Нотр-Дам. Если, конечно, это не ты, Фиоп, опять же. Нет, не я. Эх, хотелось бы, конечно, как-то его увезти. Так. Так. Два железа у... Два железа у Мамбаса. Мне бы, конечно, забрать. Это железо. Интересно, я смогу... Блин. Смогу я этим ходом... Кстати, австрийцы, ты что там, собираешься по воде, нет? Ну, он говорит, что собирается. Проблемы. Какие у тебя проблемы? Недостаток на воду. Просто у шведов тоже город на воде, и он сейчас падает. Ну, благодарю за воду, слава. Сектуна, там мачо, кстати, ребят, если кому интересно. Мачо, да. Да, да. Вообще, мне бы... Эфиоп, ты же морской? Мортистов построить, потому что... Ну, у меня чеченицы все-таки. Он такой морской, с другой стороны карп. Пока фрегата ты плывал, куда я не знаю. Ну, ты же в арбалетах будешь. В арбалетах будешь. Я побеждал, аля. Там же Огрюм. Я полю lasical. Я полюбилега полночил клавиата. Не, мне сильно далеко плывал перевем, как он за 4 хода, практически за 5 абсолютно성 писать. Сśćаленlio нужда $9 от какого сел XT ума на нее. Чтобы, сходом прошлого. Зачем? силе все объявляют я объявлял мне кажется что вы этот марионет отыгрывать марокам почему почему мои марионетки я спрашиваю слушай ну арын ты всех захватываешь ты первый по демографии по производству а по науке отстаю по науке отстаешь но это если с тобой не воевать ты это нагонишь довольно быстро да где-нибудь это как с комом суши день по кому-то рассказываешь об этом ты как и кого ты пытаешься убедить просто тут дальше люди в первый раз сели играть чуть-чуть воюю мне можно в принципе заканчивать игрой а я и так уже на лаке встрял и он не выходит воюет а у него еще три города слушай я там особо то не воюю ну совсем уж тебе легко не было американцы помогает не нет зачем он поможет я его и не просил я вернусь пусть у меня сидит и с рука с ругает арбалета блин там эфиоп уже по производству пьера и 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 так он трудом построил пока нет но у него вышел а 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 Блин, не знаю, строить дорогу Килиманджаро или не строить. Вообще, конечно, вот на такой карте прокачка Килиманджаро будет очень в тему. О, Мамбаса, Дружбан. Так, Рига. Ну, ходов на 15. Эй, чё ты, австрийец? Какая здравомыслящая человек. Не, ну я его не смогу спасти, он за 10 ходов там захватить. Я говорю, у меня проблемы жесткие. Что ты не сможешь его? Я не смогу доплыть до его анции за 10 ходов. А почему тебе надо за 10 ходов именно доплыть? Потому что мир заключен. Так, как бы, ну, чтобы была коалиция, видна, что мы вместе против мир. Ты заключаешь с ним мир, и у меня теперь сомнения, а вдруг ты на меня нападешь, пока я с ним воюю. Из-за чего из-за гор? Чего? Из-за гор? Ну, я не знаю, ну, среба, у меня армия будет против Рима, а ты тут нападешь где-то. Да, ваша договоренность. Я выхожу на воду, вы выходите из-за мира. Ну, если так и будет, действительно, то хорошо. Ну, просто, блин, как бы все войну объявляют Риму, и это нормально, что с ним никто не торгует и прочее. Ну, ты понял, что ты говорил, что я с ним не торгует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так... 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 Продолжение следует... 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 Сколько там силу? 17. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 чайки кикай ара там нету и юнитов при такой еще не было сейчас вылечу а все у меня нет нет начали ходить начали ходить блин а чушь ты не говоришь и все что ты уже начал атаку на неаполь это думал я на неаполь начну ты чуть ниже начнешь не так ты бы сказал мне я бы начал чуть-чуть ну ну ладно чё атакуем сейчас возьмем все окей я вроде как бы вижу чуть-чуть превосходства пока атакуем пока он на войско не пивки куда мне счастье все делать города государства кто ничто ничего хочет деньги ребят оттенчиком вот дать перекурить а то и вообще даже оторваться не могу ну это как-то блин ну пара минут буквально ну давай забавайте там есть лишнее америка спасибо спасибо ну открою демографию ты первую по приходу золото как раз у меня городов побольше чем у вас ну я перекликал на барсу ты опа кто-то в новом времени чё там у меня рассказывать не будет ну а что здесь такого ты думаешь эфиоп я австриц далеко от меня ну вот видишь а мне на новом слушай австриец а ты вот своим скаутом не видишь где там лагерь который вот этот арбалет а не тебе надо было сказать давно короче что-то я это забыл вот видишь медь и и у тебя горы там есть побережье в улике но ну там и лагерь не словно охренеть прям я там рабочий ходит вот рядом с клеткой где я встал скаутом я понял ты решил что это не очень важная для меня информация да да не я куда прибегал что-то вообще нельзя уход за другими делами и вот Жалко, Рим, что этот рабочий твой, а не ГГшки Неужели? Так, давайте-ка мы на золото отправим из Феса в Харарар Кстати, прям вот сейчас могу Ого, у меня уже 10 несчастья Блин, перекликивает меня Ну смотри, я ему тут люксы грамлю Минус уже пошел Приличный, кстати, минус 6 То есть у него минус 8 несчастья Конечно, неплохо было бы еще железо где-нибудь разграбить Чтобы его легионы Ну, у него один город на железе стоит Австриец, ты считаешь, что ты своей коляской помогаешь, да? Я тут просто бегаю Ты понимаешь, что ты мешаешь ходить юнитом? Ну, я иду с помощью, Николая Я надеюсь, не в сторону Рима, а вот обратно к себе туда В смысле в сторону Рима? Ну, не к границам Рима Потому что у меня там мои юниты идут Ты отведешь обратно туда? К себе? Ну, то есть Короче, ты мои юниты же видишь, правильно? Я понял, я поведу в свою сторону Железо не разграбит Железо у него прям в центре его империи И Равена стоит на железе Слушай, хорошо, а скауту своего от этого лагеря можешь убрать? Я хочу это копье поставить Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всегда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, минус семь уже куда у меня счастье девается не пойму извини им дрожит мы с тобой не будет да марокканец прошел тремя копеечками одним оба летом вложился в войну нормально у меня арбалеты мастер и сможет подтвердить они у меня бегают к килиманджаро поэтому немножко чуть позже подойдут гамм и с в в Слушайте, а Казба что-нибудь еще в будущем дает? Дополнительная оборона? Нет, ну не, оборона я понимаю. Вот сама Казба, она дает одну еду, одно производство, одно золото. Вот дальше, когда ты открываешь какие-нибудь технологии еще. То есть вообще ничего будет дополнительного? Один, один, один. Ну, не этого я ожидал. Нет, ну вообще-то на пустыне Казба, если замороз поставить, это нормально. Да, если есть Петра, а так просто поединички. Нет, я просто думаю, нет, я на самом деле думаю на пойме ставить. Я думаю, что на пойме лучше все-таки ферму. Ну, допустим, если у тебя город, и там не сильно много производства на пойме. Ну, то есть как бы еды нормально, производство не много. В этом случае логично поставить Казба на пойме. Они будут давать золото и производство, и дополнительную еду. Ну, а от ферм больше еды. Да, есть в твоих словах логика. Ну, по мне бы предпочтительнее ставить Казба. В обороне они более пригодятся на пустыне. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. А на этом пока все. Продолжение завтра или через день. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.